Друзья, всем доброго дня! В октябре этого года в нашем издании ТОПСКОНВОРД мы запустили акцию, которая называется «Дай лапу». Акция заключается в том, что на обложке мы публикуем фотографию питомца из приюта для домашних животных, а также статью, где мы рассказываем о жизни приюта и возможности, как им можно помочь. В октябрьском номере мы рассказывали о приюте «Мокрый нос» из Гойродокаменско-Уральского в Свердловской области. Мы очень надеемся, что Пипа, которая была на обложке, нашла свой дом. Сегодня, 24 ноября, в свет вышел новый номер издания, и на обложке вы можете видеть питомца из приюта «Верность», который находится в Смоленской области, в деревне Хохлова. И сегодня мы коллективом издательского дома «Юнилайн» поедем к Диме Самойлову, это основатели этого приюта, познакомимся, отвезем им медикаменты, продукты, снимем маленький репортаж, и, возможно, вы увидите своего будущего друга. Поехали! Ну, давайте знакомимся. Я Ира, Саня, Андрей, Юнилайф. Вот что, молодцы-то, молодцы, нам Акаина сейчас гнем с огнем не найдет. Раньше пока вот, ну, еще люди не знали, что у него бесплатная больничка такая, то где-то в неделю одна-две-три попадали, а теперь в день одна-две-три. Здрасте. Вот считай, сегодня привезли кошку и собаку, еще вечер не наступил, и ночь не закончилась. Везут круглосуточный. Итак, Волкан, иди ко мне, скорее. Иди сюда. Сидеть, Волкан. Сидеть. Возьми. Держи. Держи. Ай, молодец. Держи. Сидеть, Волкан. Ждай. Держи. Ждай. Молодец. Она пристраивается, да? Да. А что с ножкой, расскажите? Ну, пришлось ампутировать. У нее была травма позвоночника, вот тут, если рукой проведете, почувствуете. Что, ребят, Белка ищет дом. Да, она спокойная. Она спокойная, она сама ходит. Я думаю, она себя полностью отсушивает. Она такая спокойная сидит. И добрая такая, ласковая зая. Белка молодец. А сколько всего голубь сейчас? Дальше, у меня голубь, около 170 грн. Но было, у коронуса было 320. А мы сейчас уменьшили, почему? Потому что, ну, сейчас новые законы пошли. Если ты приют, то ты обязан дважды в день выгуливать собак. И попробуйте представить себе, 320 собак дважды в день выгуливать. Это нереально. Ребят, это волки. Настоящие волки. Сейчас переходные вода. А нашли их маленькими, да? Прям нашли их. Мы их не нашли, мы их забрали. Я, наверное, все-таки гладить не буду. Вот это сейчас волчица, которая на клетку, вот посередине, которая ходит. Видите? Рядом хук лежит, это мой первый волк. Ну, вернее, один из первых, ему 7 лет уже. И там гибриды, наполовину волки, наполовину лобая. Черныш, он очень хороший пес. Он именно вот компаньон, именно, как его сказать, такой, который понимает человеческую речь. Не так давно Черныш был пристроен в соседнюю деревню. И там люди хорошие. Они у нас приехали, вторую собаку забрали. Но Черныша пришлось вернуть им. Почему? Ну, у них как подсобное хозяйство, они коров держат, им нужен был пастух. А Черныш, он совсем не пастух. Он боится коров, в общем-то. Вот тоже хороший пес. Он, правда, в возрасте, не очень интересная судьба. Мы его все зовем. Кто земляк, кто там Мичи. У каждой собаки здесь приюта по несколько имен. Кому как больше нравится, так и называют. Этот мой земляк из Томска. Он здесь с такими сложными путями оказался. С Томска? Да, с Томска. Но попал сюда второй раз. Мужчина один забирал маму свою из Томска. Она говорит, я без собаки не поеду. И он ее сюда забрал с собакой. А собака ему не нужна была. Бабушка уже 80 с лишним лет старенькая и тяжело. И она его на самовыгол пускала, как и в Томске делала. Он подловил этот момент. Взял эту собаку и привез сюда, выкинул. Это вот бетонная плита. Это пятый домик, который мы начали строить. Вот такие вот домики. Спонсоры, которые строят вот эти дома, они потом вывешивают свои таблички, кто построил вот этот дом. В один такой домик набивается где-то от 10 до 15 собак. Они прямо ночуют здесь, да, прямо сами? Да. У них внутри в этих домиках теплые полы. Автоматом освещения включается. Из трубы идет дым. Ну, это когда вот холодно люди приезжают. Там есть специальная печка для декораций. Но мы не ожидали, что она тепло тоже давать будет. Ну, то есть, для имитации дыма. Туда камышцы кладываем, поджигаем, и он целый день дымит в этой печке. Из трубы идет дым. И так вот кажется, что деревня топится очень. Вот этот вот песик очень хороший. Вот. Родик, 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 иди сюда. Родик. Травма позвоночника была. И он полгода даже не двигался с места. Он даже перевернуться не мог вообще. Типа бородача. Типа бородача. Этот дикий пес. Вот этот? Мишка. Он только через забор близко подходит. И гладится дает вот так вот. Но Миш, 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 Миш. На улице он так близко не подойдет ни за что. Его еще со щенка сюда привезли. Полностью лысого. Так он здесь вырос, а просто так здесь и живет. И никому его не отдашь. А отдавать его отсюда уже нельзя, потому что не знаю, ни что такое машина, ни где еще как жить. Он не социализирован. Да, не приспособлен. Дим, сколько лет приюта? 11 лет уже. Но вы бросили все, да? Соответственно. Там не деваться. Всю мирскую жизнь. Деваться не было. Некуда было, вернее. И живете вы здесь? Да. Прямо здесь. В собачьей будке. Ну ладно, не. Да, ну так и есть. Ну я не жалею ни о чем совершенно. Я, если бы 11 лет можно было все вернуть назад, я бы сделал именно так, как сейчас. Потому что до этого у меня не было столько счастья, сколько сейчас. Скажем так. Я считаю себя достаточно счастливым человеком. Почему? Потому что, когда тебе все время некогда, когда ты занимаешься чем-то интересным, да, ну, а тебе вот просто на все остальное некогда, тогда это вот так. Ребята, это абсолютно счастливый человек. Ну, можно сказать так. Я именно так скажу. Да, ты бывает устаешь, бывает выматываешься. И ложишься, уже просто голову положил или сидя можешь уснуть и тому подобное. Но жизнь зато интересная. Как бы я ее ни на что другое менять не хочу. Многие люди звонят, говорят, Димон, поехали на море, уже все включено, все оплачено на 15 дней. Я говорю, ребята, вы что, говорю, с ума сошли, до Москвы назад не могу отъехать, а вы мне, говорю, на море ехать. Да и делать-то мне еще на этом море. Лес интереснее, где разве. Я вам хочу показать карантин. Отойдем на другую территорию, посмотрим, что там еще у нас. Как ты чувствуешь себя? Барб. Ну, вот, есть еще подозрение на то, что у него могли почки отказать. Врач говорит, что могут отказать. Такая вроде в туалет ходит, нормально. Где будут приезжать? Что вам привозить в первую очередь, чтобы там не созваниваться и списываться прям сразу? Ну, все, что можно съесть, это на первом плане, и все, чем можно лечить. Препараты, антибиотики. Ну, в основном, сейчас вы антибиотики эти не найдете в наше время, а так вообще цифтриаксон, это самое ходовое. Цифтриаксон, шприцы. Новокаина сегодня привезли, молодцы, просто, это просто молодцы. А у нас на исходе новокаин, все по нулям просто. Закончилась наша прогулка. Не знаю, гости, гости, да, приют Верность, Смоленская область, деревня Хохлова. Не бойтесь помогать, на самом деле, потому что таким людям, как Дима, которые держат столько животных, которые помогают лечь, то им всегда нужна помощь, любая помощь, физическая, материальная, любая. Ну, просто можно приехать с собаками погулять. Напоминаю, поводки и ошейники берите. Берите с собой, на самом деле, да. Потому что мы оставим координаты, контакты, как можно в приют приехать, как можно им помочь, куда можно позвонить и поддержать. Здесь есть очень красивые маршруты недалеко от приюта. То есть с собакой можно в такие места, в лесу попасть интересные. То есть люди приезжают, экскурсиями вводим и в лес ходим. Я показываю, как на речке бобры плотины строят. Там вообще шикарные места есть интересные. Короче, отдых по-русски тоже незабываемый получите. Дим, спасибо, Русс, огромное, что вы делаете. Спасибо вам, честное слово. Спасибо. Спасибо.